Самый волшебный отрывок из всех мистических, философских и фэнтезийных романов. Неподалеку уже долгое время пела Флейта, о том самом, что было у меня на сердце. Что когда-то в детстве мы жили в огромном доме и играли в волшебные игры, а потом так заигрались, что сами поверили в свои выдумки, пошли понарошку гулять среди кукол и заблудились. И теперь никакая сила не вернет нас домой, если мы сами не вспомним, что просто играем. А вспомнить про это почти невозможно, такой завораживающей и страшной оказалась игра. Жизнь — это прогулка по саду иллюзорных форм, которые кажутся реальными, уму, не видящему своей природы. Заблуждающийся ум может попасть в мир богов, мир демонов, мир людей, мир животных, мир голодных духов и яд. Пройдя все эти миры, победоносные оставили их жителям учения о том, как излечиться от смертей и рождений. По своей внутренней сути спасение везде одно и то же, потому что природа ума, которому грезятся все эти миры, не меняется никогда. Высшее учение предназначено для существ с высшими способностями, а для тех, у кого они отсутствуют, имеются многотомные собрания чепухи, в которые можно ковыряться всю жизнь. Системе не нужны солисты, ей нужен хрюкающий хор. Да-да, вы не ослышались. Системе не нужны солисты, ей нужен хрюкающий хор. Еще раз. Системе не нужны солисты, ей нужен хрюкающий хор. Из священной книги оборотни Виктора Пелевина Виктория Пелевина Виктория Пелевинская Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!